День был тёплый, снег был мокрый. Вышли ребята во двор. Что делать? Давайте что-нибудь из снега сделаем, предложил Коля. Я, например, думаю настоящего снеговика вылепить. Правильно, поддержал Саша, я медведя белого сделаю. Женя подумала и придумала. У меня слон будет небольшой с хоботом. Катя, самая маленькая, сказала, а я буду зайчика лепить. И пошла работа. Сначала ребята накатали из липкого снега большие шары. Потом стал каждый своё лепить. Кто что задумал. Раньше всех Коля своего снеговика закончил. Замечательный получился снеговик. С метлой в руке, с ведром на голове. У Саши белый мишка вышел как живой, с палкой-клюкой в лапах. Женя небольшого слона сделала, с хоботом. А самая маленькая Катя лепила-лепила. Но так и не получился у неё зайчик. Кучка снега и всё. Когда все налюбовались на свою работу, Коля сказал, давайте ещё лепить. Я, например, хочу Деда Мороза сделать. А я снегурочку, крикнул Саша. Женя подумала и придумала. Я построю снежный домик с ледяными окошками. А самая маленькая Катя тихо сказала, А я буду зайчика лепить. Вот и новые фигуры на дворе появились. У Коли очень хороший Дед Мороз вышел. С белой бородой и зелёной ёлочкой в руке. Рядом с Дедом Морозом Саша свою снегурочку поставил. У снегурочки ледяной кокошник и косы длинные до земли. Женя для Бобика прекрасный домик построила. С печкой, с высокой трубой и прозрачными ледяными окошками. А самая маленькая Катя лепила-лепила зайчика. А он вдруг упал и рассыпался. От работы раскраснелись ребята. Чем дальше, тем больше хочется сделать. Я ракету строю, кричит Коля. Я спутник, кричит Саша. Женя сразу придумала. У меня космонавт будет в скафандре. А самая маленькая Катя не плакала. Только чуть слышно прошептала. А я буду зайчика лепить. Спутник готов. Вот он, с длинными антеннами из прутьев. С буквами СССР. На стартовой площадке стоит Колина-ракета. На ракете звезда. Внутри ракеты пассажир Бобик. Около ракеты космонавт в снеговом скафандре. Женина работа. А самая маленькая Катя еще не успела сделать своего зайчика. У него еще нет ног, нет хвостика, нет длинных ушей. Только есть живот и голова. Вон сколько интересных вещей из снега получилось. Но устали ребята. Надо отдохнуть. Лепить больше не будем. Пошли в снежки играть, предложил Коля. По-моему, лучше всего идти на горку, на санках спускаться, придумала Женя. И все решили покататься на лыжах, поиграть в снежки и с горки на санках съехать. А самая маленькая Катя сказала, я не пойду с вами. И так, чтобы никто не слышал, про себя добавила, я буду зайчика лепить. Поиграли ребята в снежки, покатались на лыжах, спустились на санках с горки. И когда вернулись во двор, вдруг увидели чудесного пушистого зайчика с белыми ушами, длинными ногами и коротеньким хвостиком. И весь зайчик из снега. Его самая маленькая Катя вылепила. Субтитры создавал DimaTorzok